Здравствуйте, садовые герои! Меня зовут Самойленко Наталья. Есть такие растения, о которых мне сложно рассказывать, потому что кажется, что о них и так все все знают. Тогда зачем на них останавливаться? С другой стороны, обычных и неинтересных растений не бывает. То, что нам с вами кажется сорняком, где-то может оказаться редким, необычным растением. Можете ли вы себе представить, что кто-то покупает сныть и иван-чай, сокрушаясь, что они у него плохо растут? И это никакая не пестролистная форма, а самая обычная сныть и самый обычный, даже не сортовой, иван-чай. Героиня нашего рассказа не является сорняком, но ее все знают, и она есть в любом саде. Речь сегодня пойдет о лобчатке кустарниковой или курильском чае. Если послушать травников и приверженцев народной медицины, то может сложиться впечатление, что перед вами еще одно растение, по своим лечебным свойствам не уступающее женшению. Так это или нет, не знаю, но чай получается вкусным, и растение не ядовито. К условиям произрастания лобчатка абсолютно нетребовательна. Расти будет на любых почвах, правда, болезненно переносит засуху и тень. В тени она почти тут же поражается мощной старосой, а вот на солнышке лобчатка кустарниковая сможет показать себя во всей красе. Поражает сортовое разнообразие, различные по окраске цветов, высоте от 20 сантиметров до метра высотой, форма, прямостоячая, как голдфингер, или шаровидные, как кобальт, или почти ползучие, как ред робин. В природе естественный ареал достаточно обширен. Восточная Сибирь, Дальний Восток, горы Средней Азии, конечно, Монголия, Китай, Япония, небольшой кусочек ареала находится даже в Северной Америке. Во всех этих точках земного шара лобчатку можно встретить в горных районах. Там она забирается настолько высоко, насколько это возможно для растения. И если в природе она желтого цвета, то на участке мы можем себе позволить совершенно разнообразную палитру. Желтые, оранжевые, белые, розовые или даже красные. Но есть подвох, касающийся Ленинградской области и, возможно, московской. Когда вы будете читать описание лобчатки, вы увидите, что все продавцы наперебой расхваливают ее долгое и обильное цветение. Мол, как в июне зацвела, так только в ноябре закончила. И цветет так, что листва не видно. Ваше воображение тут же рисует картину, что вы высаживаете у себя на участке желтую, белую, розовую, красную лобчатку и все лето не знаете хлопот. При таком раскладе все остальные кустарники и цветущие многолетники отходят на задний план. Да что там многолетники? Все засадить лобчаткой и даже можно больше ничего не покупать. Летники даже не нужны. Если бы это было так, то у всех на участках росла исключительно лобчатка. Ну-ка, вспомните, что растет у ваших соседей. Много там курильского чая? Странно, правда? Кустарник некапризный, не требует укрытия, растет как сорняк, но при этом почему-то недооценен. Ответ на этот вопрос кроется в двух пунктах. Первое. Лобчатка действительно обильно цветет. Да так, что ни веток, ни листьев не видно. Но чисто физически один цветок не может цвести 3-4 месяца. Поэтому, если вы хотите вторую или третью волну цветения, не забудьте обрезать отсвевшие соцветия. Потентила фрутикоза цветет на побегах текущего года. И как минимум вторая волна цветения вам обеспечена. А если погода позволит, то и третья. Но по двух есть. Обильное цветение вы получите лишь от сортов в желтой гамме. Там весь куст усыпан цветами. Чтобы было проще, дальше давайте цветение желтой лобчатки возьмем за 100%. И перейдем к белым сортам. Здесь цветение тоже обильное, но немного поскромнее. Порядка 40-60%. Но согласитесь, это тоже немало. А вот сорта с розовой окраской цветут еще более скромно. Это где-то от 20 до 40%. Розового шара уже не получится. И, наконец, красное. В описании красноцветковых сортов процентное соотношение вообще неуместно. Если вдруг у вас зацвела красная лобчатка, red eyes или red robin, даже если речь идет об одном или двух цветках, срочно бросайте все, фотографируйте и выкладывайте в инстаграм. Кроме восторженных охов, ахов и кучу лайков, вы наверняка получите репутацию крутого садовода. Так уж получилось, что цветением красной лобчатки мы наслаждаемся лишь в тот год, когда ее посадили. И то, если вы купили ее цветущую в садовом центре. Все вышесказанное типично для Ленинградской области. Как дело обстоит в других регионах, я, к сожалению, не знаю. Но буду признательна, если вы расскажете об этом в комментариях. Второй причиной, почему у нас с вами все не засажено курильским чаем, это ее неаккуратный внешний вид. Чтобы лобчатка была украшением участка, ее нужно регулярно стричь. Причем речь идет не только о формовочной стрижке. Когда вы ловким движением руки придаете кустику шаровидную форму. Речь идет еще о омолаживающей обрезке, о которой садоводы все время забывают. Обязательно выстригайте толстые старые ветки. И тогда кустарниковая лобчатка будет украшением сада, а не нелепым разваливающимся кустом, уродующим ваш участок. На этом можно было бы закончить. Но я хочу рассказать еще об одной малоизвестной лобчатке. Знаете ли вы, что лобчатки бывают вечно зелеными? То есть на зиму не сбрасывают листву? Нет? Тогда вам будет интересно узнать, что кроме травянистой и кустарниковой лобчатки есть еще почвопокровная, гренландская или трехзубчатая. Именно она и является вечно зеленой. На зиму ее мелкий темно-зеленый лист становится красным. А когда весной начинается сокодвижение, он снова зеленеет. Ах да, она еще цветет. У нее белые простые цветы, чем-то напоминающие лютик. Но зато их много. И она быстро разрастается. Гренландская лобчатка типична для северного полушария. А популярный и чуть не единственный сорт нук получил свое название в честь столицы Гренландии. Нук. Чтобы коврик был плотный и цветение было обильным, посадите ее на солнце. К почве она нетребовательна. Прекрасно растет даже на песчаных грунтах. К поливу тоже не предъявляет повышенных требований. Однако из-за этого не следует, что первые несколько лет вы ее не поливаете. Даже самым засухоустойчивым культурам вода нужна. Без воды хорошо выглядят только искусственные цветы. Сами знаете где, и то между прочим не всегда. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Увидимся. Продолжение следует.